Далеко не каждый водитель соблюдает правила тонировки автомобиля. С 2016 года они регламентируются ГОСТом. С нарушителями инспекторы активно ведут борьбу, устраивают профилактические рейды. Такая работа направлена на предупреждение дорожно-транспортного травматизма, повышение ответственности и культуры безопасного поведения участников дорожного движения. Она проходит в рамках муниципальной программы повышения безопасности дорожного движения в городском округе Самара на 2021-2025 годы. Водитель этой машины был пристегнут, скорость не превышал, однако вызвал подозрения. Наметанный глаз сотрудников не подвел, показатели явно далеки от нормы. Их фиксирует специальный прибор – тоник. Замер проводят обычно в двух-трех точках, чтобы избежать случайных погрешностей. Практически нулевая видимость через боковые и передние стекла. Как ни вглядывайся, кромешная темнота. Хозяина этой «Лады» телекамера не пугает. Молодой человек активно позирует, говорит, ценит индивидуальность, в том числе и на дороге. Не знаю, для стиля, для красоты, просто так удобнее, приятно самого. Есть китайская тренировка, а есть тренировка, которая профессиональная, и там не различается очень сильно. Специалисты предупреждают – темная пленка на стеклах ухудшает обзор для водителей и нередко становится причиной дорожно-транспортных происшествий, особенно ночью. В этот период у автомобилистов замедляется реакция на дороге. Объекты становится трудно распознавать. Ответственность предусмотрена по кодексу 500 рублей. В дальнейшем, если требования не выполнены, составляется протокол по статье 19.3. Там уже предусмотрен либо штраф, либо административный арест, либо обязательная работа. Рассматривают суд. Сумма повторного штрафа уже более внушительная. Варьируется от 2 до 4 тысяч рублей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова